Незаконные поборы Женщины еще попросили скинуться на системный блок бухгалтеру Сегодня корреспонденты УТС выслушали мнение родительского комитета По их словам, давления со стороны администрации сада никогда не было Что купить решают сами на общих собраниях Мы приносим соответственно эти игрушки Вот мы их сейчас закупили там больше чем на 11 тысяч рублей Мы собрали по 500 рублей с каждого родителя И подарили это, как будто бы принес им Дед Мороз Счастью детей не было предела По словам представительниц родительского комитета Сдают, кто может, все расходы записывают в специальный журнал Где каждый родитель ставит дату, сумму взноса Нужды, которые он дает, фамилию пишет Пишет свою подпись Воспитатель фиксирует, что этот родитель действительно сдал денег Чтобы не получалось так, что кто-то написал, что сдал И не было недосчета И я, когда забираю все эти деньги, я ставлю свою подпись Что касается системного блока для бухгалтера Мнения разделились Там было все по желанию Кто хотел, тот сдавал Меня прониздали Меня шантажировали, что не придет ребенок адаптацию Но я не сдала, потому что я знала, что это бытовая взятка Да, там собрание, а в кабинете лично, когда я подписывала договор Там было совсем по-другому Печально, меня мотивировали на оплату Сдавать или не сдавать Еще не один час и, наверное, день родители могут спорить По закону, конечно, дополнительные сборы возможны лишь на добровольной основе Но по факту, на данный сад бюджет региона в этом году выделил почти 17 миллионов рублей 12 из них идет на заработные платы сотрудникам Остается 5 Эту сумму мы поделили на 12 месяцев Получилось 400 тысяч Неужели этих средств не хватает, чтобы обеспечить детское учреждение новыми игрушками, констоварами, хозяйственными принадлежностями, а также оплатить налоги и убрать снег? Заведующая детского сада по-прежнему отказывается с нами разговаривать Поэтому этот вопрос так и остается открытым Елена Мирошниченко, Борис Гладких, Новости ОТС Борис Гладких, Новости ОТС Борис Гладких, Новости ОТС